Привет всем! Многие среди нас любят пробиотики, и это хорошо, как не любить. Пусть даже и не всегда такое случается, да ведь же обещают, что с ними здоровье только предывает. Причем здоровье в самом широком понимании этого слова, от физического до психического, включительно. Многим из нас ученые, движимые самыми разными целями, вшивают в мозге идею, что кишечник, в первую очередь микробиом, управляет всем нашей жизнью. До психического здоровья включительно определяют даже наши пищевые предпочтения, когда отдаем приоритет именно этой, но никакой другой пище. Если так, получается мы обязаны поддерживать наш микробиом пробиотиками со всех сторон, как будто он, микробиом этот, слабый. Никакой. Другими словами, и самому ему часто даже не понимаем, откуда выруливать не удается. Но надо. Здесь под рукой индустрия, и будьте любезны. Пребиотики, пробиотики, позбиотики даже, в том числе и в разных вариациях и комбинациях, на любой вкус. Все вроде бы так, но есть много. Но в накопившихся фактах, что злоупотребление. Обратите внимание, злоупотребление пробиотиками, чревато стимулированием и интенсификацией опухолевого процесса. Пробиотики, принимаемые как защита во время антибиотикотерапии, замедляют процесс выздоровления и так далее, и тому подобное. Много на сей счет в данной статье. Так что, если кому интересно в деталях покопаться, милости прошу. Иными словами, все, что в жизни, в двух сторонах не дали. И пробиотики не есть исключение. Посему главное и не отказываться, и не переусердствовать, и не зацикливаться на одном или одной комбинации, и не на всю жизнь, но с перерывами, окнами, как теперь можно говорить. Он, конечно же, микробиолог, как все в нашей жизни. Много ступеней защиты имеет. Но если переусердствовать, то определенно не на пользу. Я лично отдаю приоритет в пробиотиках к вошениям, а также кисломолочным продуктам, кислому молоку, заквашенному в домашних условиях, и не так, чтобы только на них и сидеть. Дивертифицируйте все. Пробиотики тоже. И все будет путем. Кто вооружен, тот защищен. Далайте комментарии, подписку, распространение. Спасибо, всегда приводит с вами здоровье.